Всем привет! В эфире информационная программа «Всё и сразу». В этом сезоне ТВУ удивляет вас новыми неожиданными парами ведущих. И сегодня с вами улетный миг студентов биологического факультета. Обо всём самом интересном, свежем и актуальном расскажут Анна Величко и Игорь Семёнов. Пусть весна немного задерживается, но теплота наших интересных сюжетов никогда. Поехали! Игорь Семёнов 2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. В Витебском государственном университете исследовательская деятельность никогда не останавливалась, а лишь набирала обороты. Как вступить в ряды молодых ученых и превратить свой научный старт в масштабный стартап? Научная деятельность в университете охватывает множество областей знаний и направлений. Каждый студент и преподаватель может выбрать сферу по своим интересам и актуальности. Главное – начать. Научная деятельность в нашем университете развивается очень и очень активно. Направления самые разные. Это и фундаментальные, это и прикладные исследования, это научные разработки, это международные проекты. Молодежь участвует в них очень активно, участвует непосредственно. Я думаю, что многие идеи наших молодых людей могут найти свою реализацию, ну, конечно, если им немножечко помочь. В этом году стартап-форум инновационных проектов молодых ученых ВГУ собрал всех неравнодушных к исследованиям и жаждущих совершить свое неповторимое открытие. 2017 год – это год науки. Поэтому в этот год университет становится не только центром научной деятельности, но и центром инновационной деятельности. В связи с этим цель нашего стартап-форума – дать возможность молодым ученым проявить себя в области науки и инновации, ознакомиться с опытом, который приобрели другие организации и попробовать внедрить этот опыт в свою исследовательскую работу. Мастер-классы для молодых ученых, выставка научных достижений города Витебска стали площадкой для обмена опытом как внутри университета, так и между вузов, а также вдохновили студентов и преподавателей на начало своей исследовательской деятельности. В нашем университете сделано все для молодых ученых. Во-первых, это аспирантура по разным направлениям. То есть хотите заниматься педагогикой, ради бога, хотите заниматься психологией – то же самое. Насколько я знаю, и в науках математических тоже здесь предоставлено очень широкое поле, поэтому перспективы, они, конечно же, есть. И если вы хотите работать в университете, в любом случае наукой нужно заниматься обязательно. Торжественное награждение победителей по номинациям «Физико-математические и технические науки», «Общественные», «Гуманитарные и естественные науки» открыло новые имена молодых ученых, которые готовы применять предметы своих тем не только в теории, но и на практике. Секрет таких стремлений кроется, конечно же, в заинтересованности выбранной области. Первое, чего надо начать, это чтение. Надо достаточно много прочитать книг, интересоваться периодическими изданиями, и как только глаза твои загорятся, когда станет действительно интересно и появятся какие-то вопросы, вот с этого момента надо расширять свои знания, углублять их, и такой интерес, как правило, приводит к какой-то науке, пускай это начальный уровень, студенческая наука, но это первые шаги. Научно-исследовательский сектор ВГУ всегда готов поддержать идеи студентов и преподавателей и развить их в масштабные проекты, которые смогут принести пользу не только университету, но и всему научному обществу. Для того, чтобы реализовать свою идею, образование совершенно необходимо. Второе, наверное, это идея. Идея может быть реализована, если у вас будет опыт. Поэтому, наверное, третье, это общение. Общение может быть не только с педагогами, оно может быть и в интернет-сетях, но, наверное, самое полезное будет общение с людьми успешными. То есть найдите успешных людей. Соответственно, четвертое, это все-таки поделиться своим успехом, поделиться своим успехом со своими друзьями. Вот, кстати, корпорация научных знаний позволит нам делать и это. Мог ли только исследователь, обладающий особенным талантом и качествами, оказаться на сцене с наградой по итогам форума, или главную роль все же играет трудолюбие? 90% любого исследования – это труд, а только 10% – это талант. Поэтому, если человек трудолюбив, целеустремлен, он может прийти к нам в Совет молодых ученых или в научно-исследовательский сектор, где ему всячески помогут, скажем так, с научным руководителем, с исследованием, и, соответственно, это гораздо проще, чем сражаться в одиночку. Мы всегда рады и ждем вас. Стартап-форум инновационных проектов ВГУ громко заявил о том, что наука в университете процветает, не ограничивается лишь теоретическими основами, привлекает не только опытных преподавателей, но и молодых студентов, а главное – становятся открыты и доступны для всех идейных и небезразличных к будущему. Ольга Ханис, Андрей Юрченко, ТВУ Научная библиотека ВГУ всегда радует нас креативными мероприятиями различных направлений и жанров. Этой весной научный фестиваль «Наука.Про» объединил всех студентов и преподавателей, неравнодушных к исследовательской деятельности. Оказалось, наука – это не скучные теоретические работы, а увлекательный, интересный мир, познание и творчество. Исследовательская деятельность всегда представлялась чем-то недосягаемым и очень сложным, однако классический формат науки преобразовывается и привлекает все больше и больше молодежи. Как рассказать о науке? Просто знают в нашем университете. Корпорация научных знаний – это постоянно действующий научно-методический семинар, который был создан нами в рамках года науки. Идея родилась в научной библиотеке нашего университета. Мы ее с удовольствием поддержали и предлагаем по необходимости проводить мероприятия различного рода – и научные, и научно-технические, и консультационные, и методические семинары. Так, в рамках вот этого семинара в течение двух недель проходит фестиваль вузовской науки. Вы, наверное, видели эту программу. Это и интеллектуальные конкурсы, это и встречи с учеными, это и методические семинары, и круглые столы. Поэтому я думаю, что как только будет возникать необходимость и потребность, особенно у молодых наших ученых и студентов, пожалуйста, обращайтесь. Научная библиотека всегда нас примет, а научный отдел всегда поддержит. Фестиваль научной библиотеки «Наука.Про» на протяжении двух недель увлекал разнообразными мероприятиями студентов и преподавателей. В фестивале науки мы решили предусмотреть различные площадки, которые будут интересны различным категориям. То есть и аспирантам, магистрантам, профессорско-преподавательскому составу, именно студентам и именно нашим будущим абитуриентам. Это и лектории, это и игры, как сегодня «Бреймеринг», это и просветительский просмотр фильмов с комментариями на научные темы. Но в основу, опять же, наша легла сеть, которую мы ведем в «Контакте», «Розовые очки». Такой стиль научного мероприятия – новинка не только для университета, но и для нашего города. Фестиваль науки как таковой проводится редко и мало, а вот популяризация науки среди молодежи – это очень-очень такая востребованная тема. Оказывается, наша молодежь уже не интересует и детективы, не интересует лирика, романы, как их называют, розовые, по-моему. Их интересует уже что-то научно-научное, научно-популярное, но еще не очень серьезное. Презентации научных проектов, интеллектуальные игры, научно-практические семинары, мастер-классы, круглые столы, лектории. Фестиваль представил насыщенную программу «По вкусу каждому». Главная задача нашего мероприятия заключается в популяризации правовых знаний. Мы пытаемся простым, можно сказать, бытовым языком донести до аудитории, в данном случае наши слушатели, это были студенты, работники университета, облазиться на основу правовых знаний. И опять же, мы отдельный вопрос уделяли такому альтернативному способу разрешения споров, как медиация. И подробнее останавливались на этом вопросе. Увлекается ли молодежь наукой, охотно ли занимается исследовательской деятельностью и что ее мотивирует? Этими вопросами преподаватели нашего университета не задаются, ведь точно знают о стремлениях наших студентов. Судя по тому, как это происходит в нашем университете, в нашем регионе, в нашей республике, молодежь как раз не заставляется кем-то. Она сама идет естественным путем и очень заинтересована в науке, в том числе и в большую. Что и доказывает работа, опять же, возвращаясь к нашему вузу, нашего университета, всех десяти факультетов, в том числе и исторического. Профессионалы утверждают, главное в любой работе – найти вдохновение и получить поддержку опытных специалистов. Мы стараемся преподавателям подсказать как-то все таким профессионалам и подсказать молодому человеку, начиная уже с первого курса, с реферативных выступлений, с докладов, вот какое-то направление. Но, опять же, как мне кажется, каждого студента в данном случае должно что-то осенить, в том числе и во сне даже. Вот что-то должно щелкнуть, и тогда процесс пойдет. Привлечь студентов в науку можно легко, если говорить на их языке. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь и стали одним из основных источников информации. Так любой заинтересованный студент может присоединиться к проекту «Научные библиотеки», «Розовые очки», «Большой науки ВКонтакте» и ежедневно получать порцию полезных знаний. Мне будет приятно, если наша социальная сеть, которую мы сейчас стараемся какие-то научные знания пропустить, для кого-то сподвигать на какое-то научное изобретение, потому что всегда все большое начинается с малого. Молекулярно-генетические исследования, криминалистика, реальная популярная история города, робототехника и конструирование роботов, экономическая поддержка, всевозможные направления исследований, которые существуют не только на бумаге. Наука не должна быть оторвана от реальности, она не может быть эфемерной. Мы в своей выступлении всегда говорим о том, что наука не существует сама по себе. Наука должна иметь возможность применяться на практике, то есть давать какой-то конкретный результат. Об этом, в частности, много говорила глава государства, касательно того, что наука должна быть направлена на достижение конкретного результата. Наука занимает важные позиции в студенческой и профессиональной жизни. Она соотносится не только с теоретическими исследованиями, но и расширением горизонтов, познанием мира и Вселенной в целом. Это, наверное, интерес, который формируется не только в университете, это интерес, который, наверное, формируется сейчас уже, наверное, с самых ранних лет. И это не обязательно какие-то, как мы привыкли, наука что-то глобальное, такое, что сложное, непостижимое. Это, наверное, надо начинать с элементарных, познавательных каких-то проблем, вопросов через различные источники. Возможно, те же игры, какие-то ребусы, какие-то мероприятия, развивающие беседы, фильмы. Но это должно, наверное, формироваться уже с самого раннего возраста. И, наверное, интерес такой, хочу все знать, как я говорю. И у кого, наверное, он более стойкий становится, это, наверное, развивается и дальше. Фестиваль «Наука.Про» уже приобрел своих поклонников и наверняка станет доброй традицией нашего университета. Ольга Ханис, Андрей Юрченко, ТВУ. Продолжаем погружаться в мир науки и находить новые, неизведанные темы. Если вы сделали свое открытие и готовы показать его миру, добро пожаловать на научные конференции нашего университета. Где профессионалы поддержат вас и дадут путевку в будущее в вашей научной работе. Где молодые ученые и опытные исследователи могут представить свои работы, обменяться опытом и почерпнуть вдохновение для будущих открытий. Конечно же, на научно-практических конференциях, которые давно являются традиционными в нашем университете. Четыре масштабные конференции объединили всех неравнодушных к науке в этом апреле. Научно-практическая конференция юридического факультета собрала в актовом зале ведущих ученых в области юриспруденции Белоруссии и России. Сегодня состоится пленарное заседание конференции. Актуальные проблемы сравнительного правоведения, вопросы теории и практики. Конференция международная, научно-практическая. На конференцию приехали многие ведущие ученые в области юриспруденции. Юридический факультет активно продвигает науку в массы, придавая ей прикладной характер. Мы будем обсуждать проблемы сравнительного правоведения, как сблизить наши правовые системы, как заимствовать самое положительное, то, что есть у нас, как дальше вместе интегрироваться и как дальше жить, для того, чтобы наша жизнь была лучше. Гости университета с удовольствием приехали, чтобы поучаствовать в этом событии и сподвигнуть младых ученых на новые открытия. Ученые и преподаватели всегда стремятся к тому, чтобы обменяться своими мнениями, позициями по вопросам, которые их интересуют. Но в данном случае речь идет о сравнительном правоведении. И общение с коллегами позволяет каждому участнику обогатиться новыми идеями и знаниями. Поэтому одно удовольствие приезжать в ваш замечательный город. Ну а сегодня конференция, как уже сложится, будем стараться действительно внести свою лепту в решение тех проблем, которые стоят перед наукой, перед преподавательским корпусом, вообще в целом перед нормотворческими органами, которые действительно работают для того, чтобы наша национальная правовая система развивалась динамично и по-современному. Конференция филологического факультета иностранные языки в ВУЗе и школе проходит не в первый раз. Значимость таких встреч и международного общения подтверждается стремлением молодых людей познавать мир через общение. Важность изучения иностранных языков объяснять ее не нужно, потому что мы в мир интегрируемся, мир в нас интегрируется, поэтому язык знать нужно. Такие традиционные встречи объединяют ученых, заинтересованных в одной теме и позволяют открывать новые грани проблемы. Но что меня сподвигло? Конечно, желание увидеть тех людей, которые занимаются таким же делом, как и я, узнать, какие у них наработки, услышать их мнения, узнать о каких-то новых методиках преподавания языка иностранным студентам. Мы хотели поделиться на этой конференции опытом своим, о методиках преподавания, о новых подходах к преподаванию иностранного языка. И очень нам интересно посмотреть опыт практиков, многие из которых наши выпускники. Мне очень приятно вернуться сюда с большим багажом. Я очень признательна университету Витебскому за эти знания, которые они мне дали. Особенно преподавателям большое спасибо. И с этим багажом я уехала во Францию преподавать русский язык, как иностранный. Изучать язык важно для человека любой профессии, ведь только так мы открываем для себя новый мир, утверждают профессионалы. Изучение языков – это актуально, а качественное преподавание языков в школе и вузе – это суперактуально. И это будет всегда, поскольку чем больше языков мы знаем, тем больше мира мы можем охватить и понять. И если со школьной скамьи это преподавание будет вестись правильно, эффективно, интересно, тогда, наверное, наш мир станет более понятен в разных аспектах представителям разных национальностей. На историческом факультете прошла четвертая международная научно-практическая конференция к 420-летию дарования Витебско-Магдебургского права. На конференции работали различные секции, посвященные источниковедению всевозможных направлений. Пятая – Международная научно-практическая конференция студентов и магистрантов «Молодость, интеллект, инициатива» объединила в этом году участников не только из ВГУ, но и высших и средних специальных учебных учреждений Республики Беларусь и России. Название конференции заключает в себе три важных составляющих любой научной деятельности. Молодость включает всех нас, то есть это и студенты, и сотрудники университета, которые нам помогают. Интеллект – это показатель наших знаний, нашей эрудиции. Инициатива – это наше желание и стремление к постижению новых знаний. Студенты с удовольствием принимают участие в конференции. Для кого-то это тренировка перед будущей защитой или поступлением в магистратуру. Кто-то ищет воплощение своих задумок и идей. Во-первых, это очень интересно, помогает нам, студентам, развиваться. К тому же это очень полезно для будущей нашей научной деятельности, потому что я, например, буду поступать в магистратуру, и для меня это очень полезный опыт. Гости из разных университетов и городов приезжают, чтобы обменяться опытом, наладить контакты и вдохновиться атмосферой Витебска. У нас на данный момент проходит практика, и в рамках этой практики мы приехали в Витебск, чтобы поучаствовать в конференции международной и представить на данной конференции различные темы, потому что у нас разные доклады, и в основном они посвящены постсоветскому периоду. Во-вторых, это и опыт коммуникации, и культурный какой-то обмен. И в целом хочется отметить, что нам очень понравился Витебск как город, потому что есть много интересных мест, куда можно сходить. Научные конференции, так же как и фестиваль вузовской науки, инновационный форум, объединяют инициативных ученых, которые готовы не только менять будущее, но и создавать его. Этот год особенно примечательен, ведь это год науки, и проводятся различные мероприятия на популяризацию научной деятельности, и мы как студенческое научное общество тоже в этом заинтересованы. Научная деятельность, она в первую очередь нужна для того, чтобы открывать какие-то новые возможности, открывать новые перспективы в каких-то научных сообществах. И это в первую очередь дисциплина ума, это тренировка ума, это расширение своих возможностей. Без науки, во-первых, нет преподавателя, без науки нет будущего, без науки не может состояться и специалист, будь то юрист или представитель других отраслей. То есть наука позволяет человеку быть умным, быть знающим и быть профессиональным. Наш университет по праву можно назвать многонациональным. Множество культур сплелись поедино, привнеся все самое лучшее. Наши туркменские друзья давно ассимилировались и чувствуют себя здесь, как дома. А чтобы понимать друг друга еще лучше, заговорить на одном языке, мы посетили Час Дружбы. Белорусско-Туркменский Час Дружбы состоялся в Витебском государственном университете. Мероприятие призвано еще больше сплотить студентов двух дружественных государств, а также обсудить вопросы учебной, научной, творческой и общественной жизни. Такое мероприятие проведено в масштабе широкоформатной встречи белорусских туркменских студентов, администрации университета и преподавателей, которые осуществляют подготовку туркменских студентов в стенах Витебского государственного университета имени Машера. Идея проведения подобных мероприятий по всей стране появилась в ходе визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Туркменистан. Дипломатические отношения между государствами были установлены в январе 1993 года и с того времени активно развиваются, в том числе и в сфере образования. Образовательные документы позволяют сегодня университетам Республики Беларусь вести масштабную подготовку туркменских граждан. Это преобладающая масса иностранных студентов. Витебский государственный университет имени Машерова готовит порядка 800 студентов, проживающих в Туркменистане. Сегодня эти ребята обучаются различным специальностям нашего университета и в различных формах получения образования. И дневной формы получения образования, заучной, а также второй ступени получения образования, магистратуры. Администрация ВУЗа вместе со студентами обсудили актуальные вопросы белорусско-туркменского сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а также создание благоприятных условий для взаимодействия белорусских и туркменских студентов ВГУ. Сегодняшняя встреча прошла достаточно динамично и в дружеской обстановке, что подтверждает тесные связи, уже сложившиеся и между детьми, и, конечно же, базирующиеся на тесной связи и дружбе двух государств. Сегодня находят отражение и в СМИ те экономические показатели, которые воодушевляют на развитие общества и содружества как Республики Туркменистан, так и Беларуси. А Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова рад видеть струкменских студентов в стенах этого заведения и гарантирует получение образования на высоком профессиональном уровне. Весна – самая жаркая и активная пора для абитуриентов. Предстоит подготовиться к экзаменам, к централизованному тестированию. Последний раз просмотреть варианты учебных заведений и сделать свой, правильный выбор. Ведь правильный выбор – уверенное будущее молодого поколения. 26 по 29 апреля в Минске проходила 17-я Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Правильный профессиональный выбор. Уверенное будущее молодого поколения». Чтобы быть уверенным в своем будущем, важно не ошибиться в выборе своей профессии. Республиканская выставка, представляя огромный спектр учебных заведений нашей страны, помогает определиться и принять, пожалуй, самое важное решение в жизни. На экспозициях выставки было представлено более 5000 экспонатов, среди которых научно-методические материалы, литература и презентации преподавателей сотрудников университетов, а также мастер-классы и круглые столы. Учебные заведения Республики Беларусь ответственно подошли к теме выставки и привезли с собой лучшие достижения и разработки. Раз в два года определяют наиболее актуальную тематику, и затем вузы обдумывают, готовятся. Организационных моментов достаточно много для того, чтобы вуз участвовал в этой выставке. Он должен осознать, естественно, главную задачу, поставить свои собственные цели, определить, что имеется для этой выставки, есть ли чем похвастаться, есть ли что показать. Может быть, специально для этой выставки провести какие-то определенные исследования и работы, поэтому достаточно длительный период проходит подготовка. Каждый вуз провел исследовательскую и подготовительную работу, тщательно отобрал все лучшее, чем смог удивить пришедших на выставку абитуриентов. Такой невероятный шанс обменяться опытом с ведущими вузами, среднеспециальными учреждениями и различными образовательными центрами появился благодаря широкому охвату выставки и ее масштабности. О масштабах говорит в целом система образования, потому что если бы мы хотели показать весь научно-методический и педагогический опыт нашей республики, то, наверное, не нашлось бы такого помещения, где можно было бы это разместить. Сегодня, практически приезжая в любое учреждение образования, мы можем увидеть интересные наработки, инновационные наработки, которые не просто теоретически изобретены, а те, которые прошли апробацию в реальной системе образования, в обучении, в воспитании. И здесь мы сосредоточили всего лишь, наверное, какую-то небольшую толику того, что можно было бы представить, старались представить все самое лучшее. Помимо выставочных экземпляров, всех участников мероприятия ожидала насыщенная творческая программа не только на центральной сцене, но и у каждого сектора, где самые яркие представители студенческих коллективов старались впечатлить посетителей и зрителей. Мы этого аудитория, это абитуриенты будущие, выпускники школ Минской и Минской в области, и не только, так университетов ее, чтобы представить. Это свыше 60 работ методичных распроцовок выкладчиков коллектива, у наших, присвеченных разным видом деянности университета. А кроме того, университет у нее, чтобы показать, кроме методичных наработок, самый головный наш скарп, это наше студентство. Своё будущее на этой выставке искали и определяли не только абитуриенты, но и учебные заведения. Ведь успешное процветание каждого вуза заключается в молодых и инициативных учащихся. Современное образование не стоит на месте, а чтобы идти в ногу со временем, необходимо изучать опыт своих коллег. Мы для этого и собираемся, и показываем опыт, в том числе на этих выставках, чтобы сверять часы и двигаться дальше. Поэтому я уверен, что у этой выставки очень хорошее будущее, равно как очень хорошее будущее у каждого заведения, которое здесь показывает и рассказывает о своей работе. С каждым годом выставка проходит ярче и масштабнее, набирая обороты и завоевывая интерес не только работников сферы образования, но и самих учащихся, выполняя свои главные задачи и цели на высочайшем уровне. Для педагогов очень важно делиться своим опытом, показывать свои наработки своим коллегам, и выставка эту возможность дает. Во-вторых, выставка открывает возможность сконцентрированно нашей молодежи познакомиться с основными учреждениями образования всех уровней, начиная от дошкольного, заканчивая высшим образованием, в целом широким спектром профессионального образования, для того, чтобы освоить тельные знания и выйти в самостоятельную жизнь в трех важных качествах – гражданина, семьянина и профессионала. Профориентационная выставка помогла направить каждого абитуриента на нужную профессиональную дорогу, по которой он с уверенностью пойдет в будущее. Ольга Ханис, Андрей Кравченко, ТВУ 17-я республиканская выставка научно-методической литературы педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. И ВГУ тоже здесь. Сегодня мы приехали в Минск презентовать наш университет, Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Машерова. Презентовать свои факультеты, презентовать свои специальности. Посмотрите, сколько много у нас всего интересного. Здесь абитуриенты со всей Республики Беларусь. И мы уже познакомились с очень многими и десятиклассниками, и одиннадцатиклассниками, и даже с их родителями. Замечательная атмосфера. Очень много учреждений представлено, очень много информации, очень полезной информации. То, что организованы мастер-классы, замечательно. Все продумано для учащихся, для педагогов. Столько нового, столько позитивного. Такое хорошее настроение. Шикарная атмосфера, интересная, насыщенная. Очень такая живая вся. Народу очень много, очень приятно. Давно уже как-то не видишь такой интереса к системе и образованию, и всего. Первая задача – это показать молодому поколению, то есть людям, которые стоят перед выбором своей профессии, с кем стать. То есть все-таки профессия – это то, что может связывать человека всю его дальнейшую жизнь. Поэтому в первую очередь цель, чтобы ребята ознакомились с нашей выставкой, с другими выставками других учебных заведений, посмотрели, подумали и сделали свой правильный выбор, чтобы потом не жалеть. У каждого человека в жизни есть учитель, кем бы этот человек ни стал. А у лучших учителей готовят наш университет, поэтому к нам и надо поступать. Сегодня все университеты презентуют свои достижения, а у вас очень много вкусненького. Расскажите, почему? Потому что наши достижения – это как раз и есть все самое вкусненькое. У нас сегодня на стенде победители конкурса профессионального мастерства WorldSkills Беларусь. Золотой чемпион по компетенции кулинарное искусство и серебряный призер по компетенции ресторанный сервис. То есть вы выпускаете людей, которые потом зарабатывают звездами шлена? Безусловно. Только наши звезды – белорусские. Наша выставка именно направлена на пропаганду студенческого спорта среди учреждений высшего образования. То есть любой студент может оказаться в числе вот этих победителей, любого вуза? Любой студент может оказаться даже на этом стенде изображенным в его логотипе, когда будет внесено в историю развития студенческого спорта в республике. Гомельский государственный университет имя Франциска Скорина. То есть вы собой олицетворяете Франциску Скорину? Да, у нас все такие позитивные и веселые. Проект Академии информатики для школьников «Приблуир» был специально создан с целью профориентационной работы среди молодежи, среди школьников, учащихся в школах. Поскольку в школе данному направлению уделяется очень мало времени, информатика всего лишь 45 минут один раз в неделю. Поэтому вот наша задача была создать такую структуру, где дети могли бы приходить и вот этот пробел в образовании восполнить у нас. Ну это очень важная игра. Это для 10-11 класса по постановке целей и достижении цели. Пути дороги, метафора путей дороги. Чего? Жизненного пути. Вот эта игра позволяет ребятам определить не только с профессиональным путем, но и с жизненным путем. У нас есть клуб по сборке кубика Рубика. Кубон называется. И сегодня мы будем показывать людям, которые приехали на эту выставку, что у нас такое есть, что можно прийти, поучаствовать там. Тоже научиться собирать разные головоломки. Вот тут ребята выкладывают на столах. Университет лингвистический, поэтому, может быть, вы расскажете об особенностях вашего вуза на разных языках? Да, лингвистический, мистик лингвистический,� то есть лингвистический университет въезда humidив ATAL еще и норм на немалоре. Это чтобыese прицела к университетом, при Geez believes, нет. Если вы хотите быть успешным, пожалуйста, выбирайте нашу университет, потому что Минстейт Лингвистический университет – это будущий вашей жизни. Коллеги, расскажите, какое телевидение вы сегодня здесь представляете? Здравствуйте. Мы представляем телестудию «Зубрёнков», в которой работа осуществляется напрямую детьми. Дети выпускают конечный медиапродукт, который представлен на нашей экспозиции. А где можно в обычный день посмотреть ваши программы? Ну, в обычный день все тематические выпуски и выпуски новостей, которые мы делаем, можно посмотреть на сайте «Зубрёнка» – «Зубрёнок.by». Основная задача нашего телевидения все-таки профориентация, чтобы дети произвели какие-то профессиональные пробы в сфере журналистики, и дальше мы даем какую-то базу, чтобы они занимались по четырем видам журналистики – теле, радио, печатные СМИ и веб-журналистика. У нас на базе университета действует медиа-центр студенческий, в котором работают только студенты. Там мы производим всяческие проекты, много всего интересного. Ну, мы в том числе занимаемся этим всем. Проекты выходят на телевидении Гродненском, на канале «Гродно плюс», на канале «Беларусь-2», «Беларусь-1». Есть свой сериал, ситком «Студень» называется. Есть проекты другие. И, в общем, вот как-то взаимодействуем с телевидением. В нашем Белорусском государственном университете культуры и искусств есть телевидение, называется «Бгуки ТВ». Оно создано давно, но недавно получило финансирование, и мы как бы расширились. У нас появились новые рубрики. Совсем недавно прошел кастинг «Бгуки ТВ», где участвовало очень много студентов на такие должности, как менеджеры, администраторы съемочной площадки, режиссеры, продюсеры, ведущие. Ведущая корреспондент – это была самая многочисленная, наверное, должность. У нас пришло очень много человек. А я корреспондент «Виво Ньюз». То есть вы делаете новостные сюжеты. А давайте тогда поменяемся ролями. Вы корреспондент, вы профессионал, а теперь выберете у меня интервью. Хорошо. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о нашем университете? Ваш университет очень творческий, как рассказал ваш студент. Оказалось, что у вас царит невероятная атмосфера, в которой каждый может почувствовать себя настоящим артистом. Хотели бы вы к нам поступить, если была бы возможность теперь поступить, променять ваш университет на наш? Нет. В ВГУ я никогда ни на что не променяю этому любимому университету. Хорошо ли вы разбираетесь в экономике? Ведь эта наука сопутствует нам повсюду, выходя за рамки рабочих теоретических процессов. Каждый студент мог проверить свои знания на первой межвузовской олимпиаде по экономике. Смотрим следующий сюжет. Экономика – основа развития общества. Сегодня эта наука присутствует во всех сферах жизни, от семьи до профессиональной деятельности. Витебский государственный университет не готовит специалистов экономических специальностей, однако стал площадкой первой межвузовской олимпиады по экономике. Ее история берет начало еще в 1999-м, а в этом году она расширила свою географию и стала межвузовской. Участие приняли не только студенты ВГУ, но и в ГТУ, МИЦО и ПГУ. Олимпиада по экономике стала стартапом для обмена опытом и повышения эрудиции. Экономика – она во всех сферах нашей жизни. То есть она начинается с семьи и, в принципе, она переходит на достаточно большой общественный уровень. Поэтому, я думаю, им это интересно. Хотя, как вы правильно заметили, студенты совершенно разных специальностей. Здесь не только экономисты, здесь и юристы, здесь и педагоги. То есть совершенно разных направлений. Олимпиада по экономике вышла за рамки стандартных тестов и превратилась в настоящее креативное соревнование команд. Визитки участников, БЛИЦ и составление кроссвордов. Организаторы уверены, такой подход к проведению мероприятия никого не оставляет равнодушным. Молодежь – это тот пласт, на котором базируется развитие общества и развитие экономики в том числе. Экономика сегодня интересна, экономика сегодня узнаваема в нашем государстве. И признана, что экономика движет развитием государства и общества в целом. А значит, нужно молодежь посвящать в экономические механизмы. Значит, эта молодежь должна быть прогрессивной и высокоразвитой в этой такой очень важной и фундаментальной сфере развития. В номинации «Лучшая визитка команды» победили студенты ПГУ. В конкурсе «БЛИЦ Кроссворд» первое место завоевала команда студентов педагогического факультета ВГУ. В индивидуальном зачете первыми стали студенты МИЦО и ВГУ. Среди всех участников лучшей команды Олимпиады стала по праву команда юридического факультета Витебского государственного университета. Студенты и преподаватели с уверенностью заявляют, первая межвузовская Олимпиада – это хороший старт чего-то нового и масштабного не только в нашем университете, но и в области. Ольга Ханис, Андрей Юрченко, ТВУ. Итоги выпуска показали – научная деятельность в нашем университете процветает и достигает вершин не только на областном уровне, но и на республиканском. Заниматься наукой, участвовать в Олимпиадах и встречах не только полезно, но и современно, актуально, необходимы для развития личности и университета в целом. Мы рады были поделиться с вами хорошими новостями. Новых открытий и свершений вам, друзья! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!